Куда ты там ходишь, я не знаю. Опять же. Да потому что его там нет. Опять же. Все люди разные. Надо понимать, да? Может ему конфетки не давали в детстве в достаточном количестве. Не знаю. Можно? Всем привет! Это еженедельная рубрика «Вопрос мне? Вопрос мужчине?» или «Как она у нас называется?». Она уже стала еженедельной, как оказалось. Так вот, нежданно-негаданно для меня. Уже третий выпуск. Надеюсь, вам нравится. «Евгений, вы великий! Вы потрясающий! Вы гениальный! Вы суперученый! Вы великий! Вы император! Вы круче Наполеона!» Смысл в том, что Юля задает мне вопрос. Я на него отвечаю. Вопрос я не знаю заранее. Поэтому такой экспромтик. Так вот, шау-фау. Поехали! Почему мужчины изменяют? Почему мужчины изменяют? Блин, но это надо спросить у мужчин, которые изменяют. Потому что я этим не занимаюсь и я точно сказать не могу. Но, скорее всего. Я же эксперт тут сижу, правильно? Да я Стаханович вечный! У меня 18 похвальных грамот! Почему изменяют мужчины? Почему, почему? Ну, наверное, это же все от психологии идет, правильно? Что-то вот в детстве там случилось с этим вот мужчиной, который изменяет. Все ему мало. Life is this. I like this. Может, ему конфетки не давали в детстве в достаточном количестве. И вот он побежал туда-сюда, вот бегает. Хвост задрал и носится, как заяц. Не знаю. Или слишком развит инстинкт самосохранения. Быстрее вот хочет наплодить царство детей. Кто их знает, этих мужиков? Вот кто их поймет? Вот говорят, кто женщину поймет? Кто мужиков поймет на самом деле? Что у них там в голове? Почему они изменяют? Не знаю. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Мне кажется, да. Но это, опять же, все люди разные. Надо понимать, да? Все люди абсолютно разные. И вот из этих разных людей, если выбрать тех, которые мужчину и женщину, которые между собой могут дружить, то эта дружба будет существовать. Я по своему примеру могу сказать, что да, потому что у нас и в старших классах, например, мы в школе очень мальчишками дружили с девчонками. У нас там была большая компания. Вот я говорю, Саша, так хочется сосиску в тесте, вот бы кто купил. Он сидит и ничего не понимает. В универе такая же история была. Да и сейчас я с юльными подружками нормально общаюсь. Своих подружек у меня, естественно, нет. Я уже как бы 10 лет в браке. Нет. Но с юльными подружками я общаюсь прекрасно. Все нормально. Поэтому да, существует. Ничего мне надо себе придумать. Ну а у некоторых может и не существовать. Тех вот, которые из прошлого, которые там бегают задранные. У них нет там никакой дружбы. Почему мужчины никогда не могут найти суп в холодильнике? Да потому что его там нет. А че его тогда до сих пор здесь нет? А че его до сих пор здесь нет? Потому что нет супа, блин, в холодильнике. Я знаю, как это происходит. Я выявил это все закономерно. Ты подходишь, открываешь холодильник, там нет супа. Просто его нет. Ты закрываешь холодильник, идешь к своей жене девушке, спрашиваешь, где суп. Она уходит, ставит суп, открывает холодильник и говорит, вот же он. Но это же очевидно так. Ну потому что по-другому быть не может. Если ты открываешь, блин, холодильник, и ты не видишь. Вот она, кастрюля, она же вот такого размера, нахрен. Она же весь холодильник занимает. Как я можешь не увидеть? У меня вот стопроцентное зрение. У меня вот стопроцентное зрение. Я, блин, даже операцию сделал, чтобы вообще видеть суп этот гребаный в холодильнике. Все равно его там нет. Значит, что? Значит, вот все правильно я сказал. Значит, девушки его подставляют туда. Специально нас разводят. Мы носки разбрасываем, они суп тырят. Должны ли мужчины следить за собой? Должен ли мужчина следить за собой? Ну, я думаю, все люди так или иначе должны следить за собой. Опять же, возьмем ситуацию. Человек живет в лесу. Нахрен ему никто не интересен. Вот он егерь, да. Или вообще ушел там в лес, построил себе дом, ничего ему не надо. Вот он такой вот. Кто он там, экоактивист или кто вообще? Ну, в общем, вот он сделал свой выбор и ушел. Специально отрекся от общества. Тогда он может делать все, что хочет. Но если ты живешь в обществе, если ты ходишь на работу, в коллектив, если ты ходишь в школу или в университет, или куда ты там ходишь, я не знаю, но ты там встречаешь людей, ну, будь добр, ты не воняй хотя бы. Ну, можно же там, я не знаю, постирать одежду, еще что-то. Потому что, ну, бывают такие случаи, на которые вообще взглянуть страшно. Я, конечно, людей не оцениваю, я ко всем отношусь одинаково, всех люблю и так далее. Но вот запах меня иногда напрягает. Внешний вид мне вообще абсолютно пофигу. Но запах иногда может так вообще с ног скосить, что будь здоров. Поэтому, мужики, мойте хотя бы, что ли, ё-моё. Ты обрекаешь другого человека на вечные оковы, а сам будешь веселиться, гулять и пить. Да, это по мне. Быстро как-то пролетели все четыре вопроса, да? Жалко, конечно. Я бы еще на что-нибудь ответил. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Ладно. Если не смотрели прошлые выпуски, посмотрите. Там было прикольно, весело. Был выпуск про отношения предыдущие, а предыдущие был про девушек. Мне оба понравились. Веселенькие получились. Я надеюсь, этот получился веселенький. Ну, а если нет, то пишите в комментариях, что вам не понравилось. То, что я отнял у вас время, тут сижу, разглобойствую, херню несу. Все пишите вообще. Ну, а если нравится, то пишите. Я буду очень рада, ставьте лайки. Это нам очень поможет поднять видео. А, да, и если хотите задать вопрос мне какой-то, как эксперту, а я тут, между прочим, эксперт. Подари свой диплом лягушкам, щенок! То пишите в комментариях, да, задавайте. Я тоже на него обязательно отвечу. Еще никто вопрос не задал, поэтому я жду. Тут давайте, там, не стесняйтесь. Любой вообще вопрос. Про консервацию, про шубы, про, я не знаю, ежей. И вообще про птиц. Все, что угодно про машины. А, да, подписывайтесь на наш Телеграм. Телеграм великолепный. Там Юля вообще выкладывает всякие разные прелести. Понравится абсолютно точно. Ну и все, пока, пока, пока. Все, пока.